Здравствуйте, с вами Юлия, детский педагог-психолог. Близится памятный праздник, посвященный Великой Отечественной войне, и многие родители спрашивают, как рассказать об этом ребенку. В этом выпуске я расскажу несколько простых методов, которые помогут вам в этом. Помните, что ваша задача не напугать ребенка, а просветить. Первый способ рассказать о Великой Отечественной войне, это просто поговорить с ребенком. Для ребенка двух-трех лет надо рассказать очень просто о войне. Для этого вам поможет, например, танк, вы можете поиграть в игрушки, в военные машинки, можете надеть на него пилотку, спеть песенку «День Победы», и этого будет вполне достаточно. С детьми четырех-пяти лет можете выучить стихотворение, а также рассказывайте ребенку о войне, но не упоминайте о смерти, ненависти и жестокости. Это может очень сильно впечатлить ребенка, и могут появиться даже страхи и ночные кошмары. Поэтому говорите только о солдатах, о бравых делах и каких-то впечатлениях, которые могут вызвать патриотизм и чувство достоинства, что мы живем в такой хорошей стране. С детьми до семи лет вы можете рассказать им чуточку больше, и обязательно нужно упираться на такие качества, как мужество, любовь к своей стране и патриотизм. Конечно, за один раз о ней рассказать невозможно, и периодически вы будете возвращаться к этой теме. И чем старше будет ребенок, тем серьезнее он будет задавать вам вопросы. Но стоит придерживаться определенной структуры. То есть вам надо рассказать ребенку, почему называется Великая Отечественная война, кто такие фашисты, какие были у них цели, чем занимались наши бравые солдаты, и чем помогали им люди, которые находились в тылу. После того, как вы поговорили с ребенком, вы можете задать ему несколько вопросов. Почему мы празднуем праздник 9 мая? Почему так называется этот праздник? Кто победил в войне? И так далее. Очень важно, если кто-то в вашей семье воевал, рассказать ребенку об этом, показать фотографии, и если сохранились, то показать письма с фронта. Второй способ — это просмотр тематических телепередач вместе с ребенком, просмотр военных фильмов. Я рекомендую больше старые советские фильмы, так как в них больше смысла, и ребенок не будет обращать внимания на яркие какие-то спецэффекты. Также вы можете смотреть мультики у нас. На канале вы можете найти плейлист с тематическими мультиками для детей и читать книги с детьми. К описании к видео я прикреплю несколько названий книг. Третий способ — это встреча с ветеранами войны. Ребенку очень интересно слушать рассказы очевидцев, и ветераны обычно находят нужные, правильные слова, как им рассказать о пережитом. Четвертый способ — это участие с ребенком в парадах, митингах и каких-либо утренников тематических. Ребенку очень интересно ощутить на себя как бы в той эпохе и почувствовать это на себе, участие. Обычно они очень запоминают эти моменты, рассказывают и делятся своими впечатлениями. Обязательно готовьтесь к этому мероприятию, учите стихотворение и используйте те методы, которые я описала выше. Пятый способ — это посещение памятных мест. Сходите к вечному огню вместе с ребенком, рассмотрите все таблички, надписи, возложите цветы. Это окажет неоценимую пользу в воспитании вашего ребенка. С праздником, дорогие друзья! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч! Пока-пока!